Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Притча Соломона, 27.1. Не хвались завтрашним днём, потому что не знаешь, что родит тот день. И дальше из Якова, 4.13 до 17. Теперь послушайте вы говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживём там один год. И будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие и зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. 6 июня 2019 года. Иное объявление. Умерла сестра. Остались дети. Тормозите, прочитайте муж. И здесь ролики. Как она выпросила у Бога 10 лет. Как умерла. И теперь люди решили помогать. Ну, кто-то сказал. Вот, пожалуйста. Как это получается, деньги? Куда они идут? Какой отчёт? Тут всё абсолютно чётко и ясно. Вот так. Отвечаю. Слава, благодарение Господу Богу нашему. Моим рукам пришлось работать усердно и много. Вредило их здоровье, что работа с отбойным молотком на бетонных массивах. Руки мои были не раз выключены. И на остеклении фонарей, пролётов на крышах заводов при минус 40 градусах. Мёрзли нещадно. Так что инвалидность была дана. Руки были недвижимы на перевязи. Про ноги я не упоминаю. Столько им досталось. Мёрзнуть и быть при перегревах. Глазам при мониторе более 50 тысяч часов. Мне говорят, ты постарел. Неправда, то не мой удел. Хочу уверить вас, друзья. Я не старею никогда. Стареет хижина моя, но эта хижина не я. Сидеют волосы. Так что ж, седой советники хорош. Глаза тусклеют. Не беда. Я вижу Господа всегда. И верно следуя за ним, его десницею, не десницею, а десницею храним. Своей безжалостной урсахой лесом мне время бороздит. Пускай в душе моей покой. Она ничем не возмутит. И силы есть ещё во мне идти к обещанной стороне. Слабеют ноги. Он садится из века в век, отходит в вечность человек. С последним словом на устах. Ну, от тяжких дел и докажу. Не постарел. А тут нам желают ехать. Я объясняю, как ехать. Звонить, не алёкать. Сразу говорить, кто и откуда. Алёкать я уже ничего не могу сказать. Потому что хулиганы идут. Вот. Торгующие в храме. Аят Божий храм и торговля несовместимы. На нашем сайте. Дмитриев. Папа Римский утвердил изменение текста. Отче наш. Пишет. Также делал шахматов интервью с Игнатием Тихоновичем. Женщина вообще защищает грехи попов, торгашей. И в монастырях тоже деньги берут. Она просто лжёт. Да ещё в прибавок могла бы одеться поприличнее и маску смыть. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю за приглашение. Как и писал вам ранее, начальство отправило нас в отпуск во время универсиады. И теперь учебный процесс продлевается на июль месяц. Сейчас слушаю отца Геннадия Фаста и цикл его новых лекций. Многие примеры на основе Слова Божия буквально вторят за вашими словами. Вас тоже однажды упоминают. Он одно очень интересный аргумент приводит в пользу полного погружения, которого я раньше не слышал. Или просто не обращал внимания о полном погружении во Христа. Вас же, Игнатий Тихонович, благодарю, упоминая ежедневно, как по случаю, так и перед Богом на молитве. Всё пишу. А все его спросили от Аслава. Она пишет. «Когда напали на Головина, я увидел шахматого защитника. Он мне не по душе. Спасибо ему, что он открыл вас для меня. Сейчас я слушаю и впитываю всё, что вы говорите. Это мудро. Здорово, что вы рассказываете о детях поучительно. Тормозните и дальше пройдите. Что, молодые, помнились всегда? Владислав Константин Иванович Иван Шенкин. Чтоб молодые помнили всегда, а на камне быту истинное высек. Поэт, как математик или физик, себя находит в ранние года. Потом он может на своём пути умирать и возрождать соснова. Но первое, сияющее слово он должен молодым произнести. Всегда так было. Будет только так. Талант в своей немыслимой отваге идёт вперёд по березне бумаги в одну из многочисленных атак. Строку выводит дерзкая рука, казалось, неумелого поэта, а позже выяснится, что это и есть его заветная срока. Но если четверть века позади, а ты ещё не звонок и не ярок, ещё не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Ну, между собой, как говорят. Игорь Тихонович, говорит, много поведал и испытал. Да немало. Действительно, такого сытого периода Россия давно не имела, не видела. Господа, нужно благодарить, что есть, что есть мочи, что не по делам нашим так благоденствуем. И вот так на этом всё. Спасибо. Спасибо.